Всем привет! Меня зовут Женя Гуд, и вы на канале Культ Гуд. Скоро Новый год, и я решила сделать для вас подборку классных новогодних подарков. Таких, знаете, интеллигентных, красивых подарков для тех, у кого много всего есть, и хочется придумать что-то такое эдакое. И такая классная получилась подборка. Вот честное слово, она получилась такая классная, что я смотрю на нее и думаю, ну как вам со мной повезло? Как вам повезло, что я сделала такую подборку? Просто очень. И, друзья, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, не забудьте подписаться, чтобы не пропускать мои видео, а то вдруг вот будет что-нибудь такое вот полезное, вы пропустите. Друзья, для начала немного важной информации. Очень крутой подарок дарит в этом декабре скиллбокс. С 13 по 18 декабря у них проходит бесплатный карьерный онлайн-марафон, который называется «Что делать» по вот этим вот направлениям. Если вы думаете в новом году сменить профессию, или запутались, как развиваться дальше в своей области, то это прямо точно для вас. И, кстати, если вы выпускник вуза, то вам тоже сюда. 21 спикер-эксперт из Сбербанка, Валдберес, Вышки, расскажет, как прокачать свои навыки и найти работу мечты. А еще там будет вебинар с психологом, который расскажет, как решиться на изменения. Там сразу можно будет попробовать себя в новом направлении, нарисовать свой первый логотип, создать сайт, или попробовать себя в ландшафтном дизайне, дизайне интерьеров, или декорирование. А еще познакомиться с профессиями Data Scientist или веб-разработчик. А еще там будут всякие приятные подарки от партнеров, например, безлимитный доступ к платформе изучения английского языка Кэспа на 3 месяца. А в конце марафона, чтобы вообще уже вас сразить на повал, будет розыгрыш очень крутых гаджетов. И я вам напомню, что участие абсолютно бесплатное. Так что проходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. И я очень надеюсь, что эта рекомендация поможет кому-то найти работу мечты. Так, друзья, все, переходим к подаркам. И я хочу сказать, что дальше все подарки, о которых я буду рассказывать, это мои рекомендации, это не реклама. Я буду упоминать какие-то бренды, потому что, ну, потому что вы будете спрашивать, что это и откуда. И так или иначе, здесь не обойтись без названий. И начнем мы вот с чего. Ну, по классике, конечно, лучший подарок эта книга. Расцветает самая красная из роз. Это правда бесподобная книга. Когда мне ее подарили, мне сказали, ты начнешь дарить ее всем друзьям. И как только я ее прочла, я заказала еще несколько книг на Озоне. И я действительно планирую дарить ее друзьям на Новый год. Это философский, антропологический, социологический трактат в форме комикса. Это первый комикс моей жизни. И это, наверное, единственная форма, в которой я готова воспринимать вот такие вещи. Можно встретиться с идеей Эриха Фрома, Макса Вебера, в общем, всяких философов, социологов и так далее. При этом вот автор это все в такой классной форме преподносит, с юмором, с огромным. Короче, книга супер, и я уверена, что если вы смотрите мой канал, то эта книга вам зайдет 100%. О чем идет речь в этой книге? О том, как менялось понятие о любви в разные эпохи. Предположим, в 19 веке считалось, что мужчина просто герой, если он перед своей женщиной на коленях просит ее о любви. И сейчас мы не можем себе представить, что такой мужчина будет обществом восприниматься как герой. Да, потому что все поменялось, и мужчины сравнявшие... А знаете что? Я не буду вам рассказывать. Потому что давайте вы лучше прочтете из этой книги, потому что когда я это говорю, это звучит совсем по-другому. Но, в общем, пожалуйста, прочтите сами эту книгу и подарите всем друзьям. Все, закрыли пункт 1. Следующая моя идея для вас – это карта друга музея. Сейчас почти у всех музеев есть такие карты лояльности. Карты друга они обычно называются. Вы можете найти ее и в гараже, и в Третьяковке, и в Эрмитаже. И, в общем, я думаю, что практически у всех музеев в России есть такие карты. Что это такое? Эта карта дает возможность, во-первых, на бесплатный проход в музей на год вперед, на проход за всякие закрытые мероприятия, всякие мастер-классы с художниками, экскурсии по выставкам с кураторами. Мне кажется, самое классное здесь то, что вы можете подарить другу подписку как бы на искусство. Например, если вы хотите разбираться в современном искусстве, вы живете в Москве, и вам дарят карту, например, гаража, то даже если вы будете ходить там на половину мероприятий, вы уже к концу года будете нехило так шарить в современном искусстве. Мне кажется, это крутой подарок, он очень такой изящный. И плюс вы как бы делаете своего друга меценатом, потому что эти карты, они поддерживают музей, и, как правило, идут на какие-то расходы музея, типа реставрацию картин, в общем, что-то вот такое. Мне кажется, очень красивый подарок. Следующая моя идея для вас – это игра «Август карт». Что это такое? Это карточки с вопросами, которые придумал ювелирный бренд «Август». У них она была в электронном варианте, поэтому я ее не раз тестировала с друзьями, и она не раз делала наши вечеринки дико смешными, интересными и классными. Предположим, вот базовая колода, там такие вопросы, типа назовите три хороших вещи, которые вы можете вспомнить за этот год. Или когда и по какому поводу последний раз смеялись до боли. Простые вопросы, но по факту они очень разгоняют вечер, беседу. Мы пару раз вот реально, ну, просто до боли ржали над этой игрой, поэтому я ее очень искренне люблю, благодарна этому бренду, что они сделали, не знаю, почему именно они, не суть. Вот, классная игра, очень вам рекомендую. И еще тут же хочу сказать об еще одной игре. Это есть такой подкаст, который называется «Ответ», может быть, кто-то из вас знает. Там психолог обсуждает либо с другим психологом, либо с какими-то гостями, короче, какие-то вопросы по психологии. Короче, психологический подкаст. Он интересный, хороший подкаст, мне иногда нравится его слушать, но у них тоже появилась игра, но там такая красивая коробочка, красивые карточки. У меня, у подруги есть эти карточки, она говорит, что они классные. Там, с одной стороны, вопрос, который обращен к тебе, знаете, для того, чтобы вот покипеть сам, порефлексировать, подумать. А с другой стороны, ответ вот этого психолога из этого подкаста. Хотя вообще можно тоже эти карточки использовать, мне кажется, и когда ты с друзьями сидишь, тоже, может быть, какая-то интересная, глубокая беседа из этого родится. Вот, вот такая вот идея. Еще один подарок, о котором мне кажется, что много кто мечтает, это подписка на ресурс типа мастер-класс. Что такое мастер-класс? Это платформа, на которой собраны лекции, мастер-классы от всяких очень известных и крутых людей на совершенно разные темы. Например, Фаррел Уильямс учит эмпатии. Гордон Рамзи учит готовить, Анна Винтур учит лидерству и креативности, Натали Портман актерскому мастерству, Кристина Агилера петь. Я просто в шоке, что так можно, что у этих людей учиться, серьезно. Я вам это еще советую, потому что мы дарили подруге подписку на мастер-класс, и она была в восторге. Она сказала, что очень хорошие, вдохновляющие, мотивирующие лекции. Поэтому рекомендую. Там не дешевая подписка, но вы сами видели список людей, которые там читают лекции. Видимо, это того стоит. Уточните, я не знаю, есть ли там на русском, потому что подруга наша смотрела на английском. Но сейчас появляются такие платформы и на русском языке. Поэтому поищите, посмотрите. Просто вот такая вот вам идея. Дальше немножечко извращенства. Потому что я решила, что в моем списке не хватает извращенства. Это настольная игра страдающего в Средневековье. Наверняка уже много людей про нее знают, но я знаю, что еще дофига людей про нее не знают. У страдающего в Средневековье, моего любимого поставщика мемов, есть вот такая замечательная игра. Это, может быть, не самая хитрая по механике игра, но красивое оформление, смешные, очень смешные карточки. И вообще классный подарок для того, кто любит страдающие в Средневековье. А кто не любит страдающие в Средневековье. Я не знаю таких людей. Следующая моя идея. Вы сейчас скажете, что это в области классики, но это ежедневник. Но ежедневники бывают разные. И я вам хочу показать просто для вдохновения. Я не знаю, можно ли такое купить в России, но я недавно была в Стамбуле и купила там такой ежедневник. Кстати, я его планирую подарить кому-то из друзей. Это реально, видите, это мои реальные новогодние идеи. Очень смешной ежедневник, который называется Here we go again. Ну вот типа и снова здрасте. Что особенного в этом ежедневнике? Здесь на каждую страничку очень смешные заголовки. Мой психолог просил меня не делать этот туду-лист. Или кто-то своровал мой туду-лист. Дела, которые я точно не сделаю сегодня. В общем, здесь на каждый день вот такие штуки. Мне кажется, можно подыскать, если не этот, то какой-то, знаете, ну типа такого смешной ежедневника, который будет каждый день веселить вашего друга или близкого человека. Вот такая идея. Но есть и серьезные варианты ежедневников, которые я вам хочу предложить, подарить. Ежедневник, который называется 6 минут. Ну вот у меня другая система ведения записей, но я знаю, что некоторые из моих друзей очень любят. Это ежедневник-книга о том, что каждый день, если уделять по 3 минуты утром и 3 минуты вечером на то, чтобы записывать какие-то свои мысли, благодарности за день, правильные установки, в общем, такую рефлексию проводить по 3 минуты утром, 3 минуты вечером, то за год можно очень сильно поменять свою жизнь. И в этом ежедневнике нет места для каких-то бытовых записей. Это чисто ежедневник для вот такой рефлексии. Если вы знаете, что тот, кому вы хотите подарить, любит вот такую тему, то вот, пожалуйста. Следующая идея, если честно, моя любимая в этом списке, это подарить друзьям экскурсию по своему городу. Это делать следующим образом, то есть вы можете сразу на целую группу друзей подарить, заранее договориться с экскурсоводом, оплатить экскурсию и, в общем, прогуляться по городу. И часто очень мало знаем о том городе, в котором мы живем. Меня так делает мама, она почти каждый год устраивает для нас экскурсии с очень интересным экскурсоводом. И в итоге, в общем, это всегда восторг, какие-то очень яркие впечатления, потому что те улицы, по которым ты ходишь тысячу раз, вдруг приобретают какой-то новый смысл, какую-то новую историю. В общем, и мне кажется, это классная тема еще, чтобы собрать друзей, объединить и сделать какое-то, в общем, интересное мероприятие для них. Дальше пункт для тех, кто готов к большим подаркам. У меня есть идея следующая, это подарить путешествие в какое-то интересное место России. Я для вас нашла одно местечко, о котором я тоже давно мечтаю сама, и о котором мы с друзьями уже очень давно тоже думаем, обсуждаем, но никак не можем добраться. Это Терем Асташово. Если вы живете в Центральной России, это вполне доступное место, а если нет, то я надеюсь, что я вас вдохновлю, и вы найдете какое-то похожее место рядом с собой, где бы вы не жили. Что это такое? Это невероятной красоты Терем, который находится где-то в Костромских лесах. Он построен в 19 веке крестьянином, и, в общем, недавно его восстановила группа энтузиастов, которые с какой-то маниакальной доскональностью восстанавливали там каждый моментик, каждый элемент. Типа там, знаете, например, обои, они находили какие-то обрывки этих обоев на стенах, находили старые каталоги обойные 19 века, искали в них эти обои, и по этим эскизам они изготавливали новые, точно такие же. Это, на мой взгляд, очень редкое для России явление. И вот тут люди реально влюбились в это место, восстановили его. Кстати, замечательно на канале Архитектурное излишество про этот терем Гнилорыбов рассказывает, тоже вам советую посмотреть, и влюбитесь в это место. Там замечательно, там были мои друзья, они говорят, что место волшебное, знаете, отдохнуть, отключиться по полной. Мне нравится идея найти что-то такое историческое, вообще какую-то усадьбу, куда вот поехать и проникнуться историей, духом, и просто отдохнуть. Следующая идея – это подарить мерч какого-то благотворительного фонда, например, Центра борьбы против насилия, Антон тут рядом, или Доброшрифт, например. Это все замечательные центры, которые помогают большому количеству людей. Вы их поддержите и купите реально классные штуки. Например, Центр Антон тут рядом, он дает возможность людям с особенностями работать и зарабатывать. Он их обучает всяким разным прикладным вещам, и, соответственно, они за это получают зарплату. И делают они очень милые, трогательные, красивые вещи, например, керамику, текстиль, блокноты, открытки. Посмотрите, они прям классные. Что такое Доброшрифт? Это фонд, который помогает детям с ДЦП, собрали 33 ребенка, писали каждый по одной букве. Для ребенка с таким диагнозом написать букву – это может занять около часа. И они превратили это в симпатичный шрифт и делают с ним разный мерч, майки, худи и так далее. И можно написать какое-то свое слово. Так что такой вот кастомизированный подарок можно сделать под своего близкого человека. Ну и вообще, мне кажется, что Новый год, он про доброту и про надежду. Поэтому это всегда очень в тему. Ну и последняя моя идея для вас – это вишенка на торте. Это вещь, которая меня очень восхищает. Это сборная модель наличника. Вот есть такой сайт, я вам много раз про него рассказывала. Это парень объехал, в общем, очень много городов России и фотографировал каждого наличника. Потому что это та вещь, которая потихоньку уходит. Вообще просто уходит. Поэтому он, соответственно, собирает такую электронную библиотеку наличников. Огромную работу проводит, такую исследовательскую. И он сделал наличники маленькие, которые можно собрать своими руками. Причем, вот представьте себе, в одном наличнике может быть 230 деталей. И он в точности повторяет наличник из какого-то реального места в России. И фишка в том, что когда ты собираешь этот наличник, ты на себе ощущаешь какая-то тонкая и сложная работа. Моя подруга собирала, по моей рекомендации она купила такой наличник. И она его собирала очень долго. Это, знаете, не за один вечер ты его соберешь. Не в один присест, потому что там вот этих деталей миллион. Их нужно одну-другую сделать. И ты понимаешь, насколько это такое сложное, красивое, кропотливое ремесло. И там даже в этих окошках, там еще шторки, там типа котик сидит или самоварчик, или еще какие-то такие милые детали. И потом это можно повесить на стену или куда-то поставить. Так что это потом будет еще украшать дом. Вот такая вот классная вещь. И плюс это тоже, ну, поддержать вот этот вот замечательный проект, который сохраняет культурное наследие. Вот, друзья мои, такие вот 10 идей. А получилось, на самом деле, даже больше. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях. Давайте здесь соберем. Вообще, да, кстати, сама придумала, сама обрадовалась. Давайте здесь в комментариях соберем еще идеи интересных подарков и сделаем такой вот групповой обмен классными концепциями подарков. Всех с наступающим Новым Годом! Мне очень хочется, чтобы все были здоровы и счастливы. Всех обнимаю и пишите свои идеи внизу. Все, пока!